Так, Светочка, ну что? Покажите мне по высоте, Вова, как мне расположить, чтобы я видела. Оно нормально так? О, вижу. Все, Света, хорошо, неплохо, тоже цвет очень. Давайте сначала положительное все говорю. Цветовая гамма замечательная, праздничная, рождественская. И вот даже если ничего не делать, такую работку повесить в какой-нибудь комнатке девочки маленькой, чтобы она проснулась и увидела фею такую, так она будет вообще счастлива. И, ну, подмалевок просто, ну, то, что называется радость живописного слоя. Так, пошли дальше. Молодец, что не выскакивала за территорию рисунка. Чувствую, Вовин, этот рисунок, да. Теперь давайте немножечко скажу, что сделать. Смотрите, Светочка, сделайте, пожалуйста, четкий горизонт, где начинается земля. Да, я думаю, что чуть-чуть ниже можно опустить. Зонтик замечательный, туфельки, супер, супер. Вот такие туфельки надо делать. Тогда они, ну, как вам сказать, дают ей возможность быть волшебницей этой феи. Теперь, что еще поделать? Ну, юбку можно чуть-чуть больше сделать, да. Ну, чуть-чуть. Шири и как колокол. Добавьте пару мазков в тень юбки, чтобы она все-таки, вот этот желтый цвет бедра, он, ну, как сказать, он спорит с телом верхней части. Поэтому сделайте, пожалуйста, теневую часть юбки. Напоминаю, там, кобальт-фиолетовый арарат с малым количеством белил. Он сделает, как это, устойчивость ее. Что делает длинная юбка? Она делает устойчивость. И как верю, что она приземлилась. Вот так. Может быть, вы не успели? Ну, успеете. Дальше на рученьках, на плечах, чуть-чуть поперек размотайте собственную тень. Чуть-чуть вот так ее, как перечеркните, чтобы не было, знаете, вырезанной собственной тени. Перчаточки тоже можно белее сделать поперек, чуть-чуть шире, чем рука. Перчаточки чуть-чуть шире и постозней. Вот как бант вы сделали, да? Так, дальше. Мордочка хорошенькая, шеечку чуть-чуть сделайте уже, с теневой стороны. Чуть-чуть. Волосы тоже замечательно. Ну, красивейшая работа, молодец. Субтитры создавал DimaTorzok